Тема моего сегодняшнего такого послания будет называться «Полнота жизни». Полнота жизни. 92-й Псалом. 92-й Псалом. Если у вас есть в Библии 92-й Псалом, найдите его. И прочитаем. Несколько стихов с 12-го. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аллилуйя. Здесь праведники есть? Цветут, как пальмы. Аминь. Насажденные в доме Господнем, они цветут. Все любят весну, когда все цветет. Аминь. Все любят цветы, когда им дарят все. И здесь вот дальше, даже в старости, они сочны, плодовиты и свежи. Аллилуйя. О чем идет речь? Речь идет о жизни, как таковой. Солом 15, 11 стих говорит. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей навек. Знаете, у людей очень часто, если так вот можно разделить на две категории, это отношение к жизни. Либо им жизнь ничего хорошего не представляет, и они отношение к жизни такое, ой, все плохо. Либо другая крайность, это особенно у молодых людей, у них отношение к жизни такое, знаете, сквозь розовые очки, радужные такие все. Да, все хорошо, главное, чтобы мы любим друг друга, главное, трудности, да никакие трудности, любовь, все нормально, все хорошо, все классно, ой, все будет замечательно. Но когда говоришь, ну, ребята, надо, ну, правильно отношение к жизни? Они говорят, не, 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 все, аллилуйя. И как результат, потом они сталкиваются с реальностью жизни, приходят разочарования, приходят вопросы, 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 вопросы. Почему? И поймите, в жизни не все так всегда будет в шоколаде, бывают и трудности, бывает жизнь жестокой, но нужно жить и продолжать жить. Аминь. И от жизни уставать не надо. Хотя бывают такие настроения, о, я устал там от этого. Это все понятно, разные периоды, разные ситуации. Но как же можем охотеризовать, что такое жизнь? Жизнь – это сила для того, чтобы побеждать и идти к намеченным целям. Знаете, одни люди, они живут целями, а другие люди живут желаниями. И вкус жизни определяется тем, чем ты живешь. Если ты живешь желаниями, жизнь тебе удовлетворение никогда не доставит. И если ты живешь целями, ты станешь великим человеком, ты будешь удовлетворен жизнью. Если в твоей жизни есть цели, и ты достигаешь их, ты не будешь разочарован. Ты не будешь погашенным, потому что у тебя есть стремление. «Насажденные в доме Господнем, они будут цвести». Они будут сочны. Слово Божие истинное или нет? Аминь. Это Слово Божие. Это Бог говорит. Если я насажден в доме Господнем, то Бог говорит о том, что я буду сочным, свежим. Не, ну конечно, что пастор, у тебя ничего не болит. Болит иногда. Нельзя все только... Знаете, но у меня есть жизненные цели, которыми я стремлюсь. Что у тебя проблем не бывает? Бывают. Но есть цели, которым я стремлюсь. Аминь. И то, что вы прочитали, 11-й Псалм, ты укажешь путь жизни. Аминь. То есть цели, которым ты будешь двигаться. Цели, которыми ты будешь направлять всю свою жизнь, достигать. Сила идти вперед. Идти вперед. Поставленным целям. Это и есть жизнь. Аминь. Аминь. Не живи своими желаниями. Люди, которые живут желаниями, они постоянно находятся, знаете, в состоянии постоянного недовольства. Жизнью. У них все плохо. То плохо, то муж плохой, то жена плохая, то начальник плохой. Там политики плохие, какие-то законы плохие, погода плохая. Им все плохо. Потому что на первом месте у них стоят желания. Их желания. Но на первом месте должны стоять цели. Аминь. На первом месте стоят цели. Потому что желания. Сегодня тебе хочется кислого, завтра горького, послезавтра соленого. Там сладкого, там еще чего-нибудь. Это желания. Плоть. Она всегда желает противного духу. Желания. Они приходят, знаете, чаще всего от необрезанной плоти. Да, можно говорить о том, что Бог производит в нас и желания, да, и хотения, и действия, да. Но Он указывает нам цели. Аминь. Которые нам двигаться. Каждый из нас, он призван Богом с определенной целью. Аминь. Каждый человек, которого Бог призвал, Он призвал его с целью. Ты не бесцельный человек. Ты не просто пустой человек. Не просто Бог призвал, чтобы сделать твою жизнь лучше. Понимаете? И эта цель, как правило, она больше нашей жизни. Цель, которую Бог открывает для нас, она больше нашей жизни. Поэтому нужно выйти из состояния, из состояния своих желаний и поставить на первое место, на первое место, поставить цели, большие цели. И тогда жизнь, она будет приносить нам удовольствие. Аминь. Пастор, ну что же делать, если у меня проблемы в семье? Проблемы в семье нужно решать. Аминь. Они сами собой не решатся. Да, конечно, проблемы в семье, они сильно влияют на нашу жизнь. И, конечно, но многие люди, они не могут выйти из проблем, потому что они зациклены на собственной персоне. Потому что во главу своих отношений они ставят свою обиду, они ставят свою персону и хотят, чтобы все вращалось вокруг них. Знаете, в средние века, еще даже раньше, была теория, которая говорила о том, что Земля это центр Вселенной и все вращается вокруг нее. Все планеты и Солнце, оно же сходит и заходит. Люди, ну это же объективно, правильно? Утром оно сходит и вокруг Земли обходит. Ну это объективно. Люди не летали в космос, люди ничего не понимали. Они говорили, Земля это в центре, а все остальное, планеты, вот видишь, по небосводу ходят и все это в центре. Им казалось, что Земля стоит в центре, пока другие ученые не доказали, что на самом деле Земля не в центре, а вокруг Солнца вращается. Вот так некоторым людям кажется, что они в центре и все должно вращаться вокруг них. Вроде как бы объективный взгляд, но неправильный. Неправильный, потому что не может все вращаться вокруг твоей персоны. У меня проблемы. Если у тебя проблемы, то проблемы нужно решать. Аминь. Люди не умеют общаться друг с другом. Для того, чтобы решать проблему первой, нужно сесть и говорить об этой проблеме. Аминь. Для того, чтобы найти правильный выход из каких-то проблем, взаимоотношений, нужно сесть и что? Поговорить. Аллилуйя. Так сложно, пастор, а я думала, что нужно помолиться, изгнать. Для начала нужно поговорить. Аминь. Нужно говорить, если у мужа с женой нет личных отношений, разговоров, как правило, в этой семье будут напряги и будут проблемы. Если они не разговаривают друг с другом, или если их разговоры, а не только вокруг еды, зарплаты, ну и еще дети там чуть-чуть. В такой семье жизни будет мало. Аминь. Разговоры друг с другом нужно вести относительно друг друга. Аминь. поговорить, вообще-то, поинтересоваться и узнать точку зрения своего ближнего. И поинтересоваться, почему он так думает, или почему он так говорит. Почему он так поступает, поинтересоваться, спросить у него, поговорить просто вдвоем. Тет-а-тет. Аминь. Потому что обычно, ну это уже из практики, обычно, почему, почему вот такое смотришь, живут год, два, три, пять, десять, пятнадцать, ну и все, как-то вот у них вот никак они не могут прийти к какому-то согласию. Ну ладно, там поначалу. Но уже, уже годы идут, время тратится. Какие-то, знаете, нужно куда-то вперед быть устремленным. Все время, вот, вот, когда колотнеча, колотнеча. Из-за чего? Потому что не общаются друг с другом. Если, понимаешь, общение подразумевает не только, что сегодня у нас на обед, ты зарплату принес, как дети. Это не общение. Это просто чуть-чуть. Нужно разговаривать и делиться душой своей. Аминь. То, что внутри тебя. Нужно попытаться узнать. Попытаться узнать, что внутри другого человека. Попытаться понять, почему. Если, например, твоя жена там ведет себя как-то неправильно. Ну, попытайся узнать, почему она себя так ведет. Если твой муж себя как-то там, ну, попытайся в разговоре, что узнать. Почему? И, конечно же, в семейных взаимоотношениях очень важно, чтобы муж и жена... Не одна сатана. Я понимаю, сразу у всех слоган. Муж и жена должны быть друзьями. Аминь. Дружить. Дружить. Понимаете, семья – это не просто встречи утром. Это даже не просто вместе в постели спят. Это дружба. Аминь. Это дружба. Это отношения. Для этого что? Нужно примиряться. Потому что Бог во Христе Иисусе дал каждому из нас служение. И это служение называется? Примирение. Аллилуйя. Примирение. Служение. Примирение. Если ты говоришь, ох, я не знаю, в церкви у меня еще нет никакого служения. Какое мне служение взять? Бог уже дал тебе служение. Какое? Примирение. Иди и примиряйся. Примиряйся с друзьями. Примиряйся с мужем. Примиряйся с женой. Примиряйся. Со всеми примирился. Теперь начинай их примирять с Богом неверующих. Бог дал нам служение. Примирение. Аминь. И даже если приходят какие-то проблемы, мы знаем, что есть решение всегда у Бога. Аминь. Есть Слово Божие. И даже если оно тебе не нравится, даже если тебе кажется, что это как-то неправильно, нужно подробно. Поступи по Слову Божьему. Аминь. Поступи по Слову Божьему. А у меня уже нет целей в жизни. И у меня уже все. Я живу сама. Один живу. И все остальное. И ничего не хочется. Послушайте. Всегда есть возможность для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. В Доме Божьем всегда найдется работа. Если у вас нет некуда деть время, вы можете прийти и в Доме Божьем найти себе занятие. Аллилуйя. Можете молиться, можете убирать, можете помогать тем, которые сейчас на улице строят. У нас такие благословенные строители. Господи, благослови сестру Людмилу, сестру Галину и Артура и всех, кто помогает им. Это, знаете, это герои веры. На таком солнце штукатурить наши стены. Мы здесь сидим, мы не видим. А снаружи они такие становятся все белые, белые, белые. Знаете, может иногда им просто... Вот я недавно пришел, взял шланги, полил их водой. Они говорят, ой, спасибо, пастор. Водой пополивал их, потому что жарко было. Принесите им мороженого хотя бы или холодненького кваса. Они спасибо скажут. Аллилуйя. Уже послушайте. И уже сразу вам жить захочется. И поймете, что у вас не так все плохо. Аминь. Плохо, когда мы только думаем о себе. А когда мы разворачиваемся, поворачиваемся к другим людям. Когда мы смотрим на них, как они живут, мы понимаем, что... Аллилуйя, у меня не так все плохо. Бог дает нам жизнь красивую, интересную и насыщенную. Аминь. И если в сфере твоих интересов будут интересы Царства Божьего, ты скучать не будешь. Если в сфере твоих интересов будут интересы детей Божьих, Церкви Божьей, то жизнь не будет казаться тебе скучной, унылой. Просто вот такой. Вот братья приходят. Да, они тут в теннис поиграют, они там мячик погоняют, побросают. Вместе с тем помогут леса переставить. Бог благословляет их. Дипломируются в это время. Защищаются. Пишут там эти все дипломы, проекты, там кучу работы делают. И успевают. И Бог благословляет. Позащищались уже. Дипломы получили. Аллилуйя. Грамотными специалистами стали. Слава Богу, жизнь кипит. Сестры приходят в такую жару. И кажется, Боже мой, я как посмотрел на улице 38 в тени, они идут на молитвенное служение. Что это? Они не сидят дома у телевизора. Они не, знаете, не ноют и не жалуются на свою жизнь. Они приходят для того, чтобы какое-то время посвятить молитве за Церковь Божью. И я верю, что таким вот героиням веры Бог дает силы и крепость и благодать свою. Аминь. Им не скучно. Ну, посмотришь на сестру Евгения Дмитриевна, она всегда улыбается. Всегда радуется. Всегда веселая. Хотя профессия у нее такая очень серьезная. Физик-ядерщик. Но тем не менее, знаете, они приходят, молятся. Их жизнь интересная. Аминь. Когда ты смотришь на человека, который служит Богу, который делает все, что-то для Царства Божьего, он не ноет. Смотришь на других людей. У них какие-то там терки, варки, что-то они там делят, переделят, недоделят. Что-то у них там денег не хватает. Ой, а что же мне делать, у меня денег не хватает. Скажите, а у кого их хватает? У кого хватает денег, скажите? У нас у всех не хватает денег. Если бы денег нам хватало, мы бы уже тут бы золотые светильники повесили. Их всегда не хватает, только разное количество, правильно? Кому-то сто гривен не хватает, кому-то сто тысяч не хватает. Да всех не хватает. У всех по-разному не хватает. Главное, чтобы вот тут хватало. Аминь. Проблема не в нехватке денег. Проблема в отношении. Проблема в том, как правильно к ним относиться. Деньги – это, конечно же, важная составляющая нашей жизни. Без них никуда. За все отвечает серебро. Аминь. И, конечно же, нужно научиться правильно относиться к финансам. Хорошо иметь деньги, но плохо, когда они нас имеют. Хорошо ими управляют, но плохо, когда они нами управляют. И если нет, ну что делать тогда? Нужно учиться, экономить, собирать. Аминь. Нужно учиться, складывать. Ведь не секрет, что в Украине мы большую часть денег как это правильно сказать? Проедаем. Да? Если не сказать грубее. Проедаем. У нас же надо, чтобы все было, вот, все вокруг еды зациклено, чтобы вот, и вот это ели, и это ели, и этого купить, и этого хочется, и как будто настанет время, когда тебе уже ничего не будет хотеться. ни кислого, ни соленого, ни горького. Все ерунда. Суета, сует. Все. Не, ну как же, надо кушать. Но нужно учиться. Я не против того, чтобы кушали. Но нужно учиться правильно распоряжаться финансами. Тогда они не будут портить нам жизнь. Аминь. Нужно учиться откладывать деньги. Кто из вас откладывает деньги? Не на черный день, а просто вот откладываете. Вот посмотрите, сколько человек. Вот подержите руку, сколько человек. От силы процентов 10. А остальные что делают? Нечего откладывать, да? Я бы угадал, а мне откладывать нечего. Я все время, знаете, с людьми, которые приходят ко мне и говорят, пастор, у меня проблема. У меня долги. В общем, я не знаю, у меня уже долги вот такие вот. И все. Уже не знаю, что делать. Ну, в общем. Я говорю, сколько ты отдаешь долгов? Ну, ничего еще не отдаю. Я говорю, что ты ждешь? Ну, вот может быть. И у меня и как сразу и я отдам. Он говорит, так не будет. Сколько у тебя сейчас есть лишних денег? 10 гривен. Вот пойди и отдай 10 гривен. Потому что долги это как удавка на шее. И если ты 10 гривен отдал из 10 тысяч, чуть-чуть, но легче дышать стало. Да? Чуть-чуть. Но легче. Узелок ослабился. Точно так же и если ты собираешь. У тебя появилось лишних 100 гривен. Отложи их. Отложи и скажи, я не буду их брать. Отложи их просто. Скажи, это мой фонд. Через месяц там или через два. Появилось еще 100 гривен? Еще отложи. За год у тебя уже будет 1000. И скажи, откуда они взялись? Потом через год ты сможешь что-то купить. Откуда они взялись? Ты научился экономить. И твоя жизнь она начнет меняться. Аминь. Финансы перестанут портить тебе настроения жизни. Аллилуйя. Все, что нужно, нужно просто учиться. Учиться. В финансах есть две самые главные вещи. Это контролировать свои расходы. Аминь. Кто из вас контролирует свои расходы? Ну, где-то так. А как это контролировать расходы? Это значит фиксировать. Я потратил на это, на это, на это. Вот это столько. Для чего? Для того, чтобы наши доходы не были меньше расходов. чтобы у нас был хотя бы ноль в ноль, да? Вывести в ноль. Вот операторы знают, что вывести в ноль. Они сегодня полчаса не могли что-то вывести в ноль. Звук? Ну, ничего. Все-таки нашли причину. Так важно найти причину, да? Так вот, вывести хотя бы в ноль. Что мне, ой, перехвачу до зарплаты. Ой, там займу, если что, займу. Если что, перехвачу там и тут. Знаете, если это разово, это еще полбеды. Но если это становится традицией, если это уже системой становится, это большая проблема. Аминь. Потому что должник, он становится рабом взаимодавца. Ты сам себя загоняешь в рабство. Вы видели веселых рабов таких, да? Такие рабы ходят. Рабы у них все такие. Вот смотришь на человека, он раб. Что такое, брат? Это долги. Идет раб такой. Следом рабыня из аура. Что такое, сестра? Да вот долги же отдаю, все отдаю. Грустно, потому что долги. Их нужно отдавать. С ними нужно расквитаться, чтобы они не портили нам жизнь. Никогда не связывайтесь с потребительскими кредитами. не покупайте в кредит то, что вам не нужно. Например, плазменный телевизор, крутой смартфон. Это что, жизненно необходимые вещи? Нет. И люди берут кредит для того, чтобы купить вот эту штуку. А почему покупают? то, что у сусида уже есть, а у меня нема. У него уже две тарелки над хатой, а у меня только одна. А у него уже планшет, а у меня еще только вот такой компьютер. Мне тоже хочется что-то. Знаете, свои желания, чтобы они не портили нам жизнь, их нужно подчинить целям, если у тебя есть жизненная цель, к которой ты стремишься, жизненная цель, тогда твои желания будут в подчинении у целей. Аминь. До тех пор, пока у тебя не будет больших целей, ты будешь вводим своими желаниями. Я хочу, мне хочется купить то, другое, третье, пятое, десятое, в кредит, в долг, там не знаю как, потом как-нибудь отдам, а может мне простят. А потом молишься, Господи, расположи сердце моего брата, пусть он простит мне долг мой. А Господь говорит, я ожесточу сердце брата, и он тебе с процентами еще насчитает. Господи, да это же несправедливо, он же такой-сякой, а я такая добрая. Господь на жалость не ведется. Аминь. Не, но я верю, что это не та вера, где нужно упражняться. Нужно в другом месте упражняться. Аминь. Поэтому что делать, что делать, если в твоей жизни есть определенные виды зависимости, есть то, что преследует тебя, какой-то грех или какая-то зависимость, и это портит твою жизнь. Что нужно делать? Нужно покаяться, нужно вынести это во свет, нужно это открыть, это как нарыв, знаете, который внутри, который там зреет, он доставляет массу неприятностей, и когда его там разрезают, он выходит наверх и становится уже лучше, аминь, он еще как бы есть, но уже нет этого давления, уже все, вот почему Писание говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках, аминь, знаете, мы должны освободиться от этого, смотришь иногда в глаза человека, он не хочет в глаза смотреть, он что-то в глаза прячет, вот что такое, что мешает смотреть прямо в глаза, грех, который сидит там, очень часто это грех, и человек из-за этого, он, знаете, он себя чувствует в отношениях с противоположным полом, может быть, да, что-то внутри есть, и вот он ласки бегает туда-сюда, вверх-вниз, вдоль-поперек, где бы что заметить или отметить, в чем, это говорит о том, что внутри есть какая-то проблема, внутри, это портит жизнь, это портит, есть, знаете, такой вот религиозный дух, который вот там сидит в человеке, он говорит, а и на это у меня свое мнение, а я считаю, что вот тут вот пастор не прав, а я считаю, что вот вот здесь он сказал вот не совсем так, как надо сказать, знаете, мы приходим в церковь не для того, чтобы оценивать проповедь пастора, мы приходим в церковь для того, чтобы от Бога взять Слово, свою жизнь и принять его, применить относительно к себе, чтобы наша жизнь изменилась, аминь, чтобы Бог мог посредством юродства, может быть, проповеди пастора изменить нас, аминь, а не для того, чтобы сидеть с этим всем внутри себя, вот тут с этим всем нужно разбираться, аминь, покаяться, убрать, выбросить это из своей жизни, сказать, Господь, я хочу, чтобы моя жизнь была красивой, была наполненной, была радостной, интересной, я не хочу быть человеком, который проводим только своими желаниями, я хочу быть человеком целей, я хочу, чтобы церковь, она была для меня родной, чтобы мои цели, они соответствовали твоим целям, у меня есть определенные цели, знаете, это здание, это была цель, к которой мы шли, аминь, мы говорили, мы делали определенные шаги, мы посвятили себя, мы могли бы все эти деньги раздать где-то, да, отправить какую-то миссию, как кто-то говорит, а я десятину церковь не даю, я миссию Кеннета Копленда даю, вот если бы все давали миссию Кеннета Копленда или Джойс Майер или еще какого-то, имели бы мы здание, зато я прихожу в эту церковь, зато я здесь слушаю, кушаю, но зато десятину я отдаю куда-то туда, знаешь, десятина говорит о том, куда ты направил свои цели, какие у тебя цели, связаны с Царством Божьим, аминь, цели, мы ставим цели перед собой, мы стремимся их достигнуть, аллилуйя, и стремимся их достигнуть, тогда наши желания уже, которые возникают, они подчиняются этим целям, поставили вот целью, чтобы у нас газончик был во дворе, чтобы там со временем дети могли выходить, гулять, там травочку, знаете, сколько мы за тот газончик платим водой, брат Владимир что-то так головой качает, он, наверное, показания счетчика снял, ну, видите, такая жара, и если мы не польем день-два, у нас горит, весь труд пропадет, у нас есть цель, потому что нам не просто красота нужна, понимаете, вот, чтобы красивенько было, чтобы это было для детей, чтобы все не могли выйти туда, есть какие-то цели, что-то там строится, что-то там достраивается, есть цель, чтобы церковь росла, распространялась, чтобы мы могли высвободить новых служителей, посылать их на служение в Царство Божие, это цели, аминь, спасать грешников, это цель, мы печатаем эти газеты, буклеты, постоянно говорим, это цели, цели, ради которых мы живем, поэтому нам не скучно, поэтому нам всегда интересно, аллилуйя, и мы радуемся каждому успеху, о, травка взошла, аллилуйя, о, еще грешник покаялся, аллилуйя, цветочки расцвели, слава Богу, виноградник сделали там такой красивый во дворе, уже в этом году попробуем первые плоды, мало, но есть, и уже радостно, аминь, потому что у тебя цель, ты что-то, к чему-то стремишься, а если ты живешь без цели, и просто, вот сегодня мне хочется пойти на служение, я пойду, а брат, а что ты не был на служении, что на ячейку не приходил, а что-то не хотелось, не знаю, побуждения не было внутри у меня, может тебе надо было просто свои побуждения завязать в один узел, и сказать, душа моя, славь Господа, а я буду в доме Божьем, аллилуйя, а я пойду в дом Божий, а я пойду в встречу с Ним, а я пойду в встречу с братьями и сестрами, а я пребуду в доме Господнем, для того, чтобы возвещать о великих делах Божьих, аминь, аллилуйя, поставьте перед собой конкретные цели, конкретные цели, молитесь, и Бог будет вам давать видение, направление, поставьте конкретные цели, конкретные цели в своей жизни, связанные с служением, может с твоей семьей, с твоими отношениями, конкретную цель, навести порядок в доме, конкретную цель, поставь, и ты будешь к ней двигаться, шаг за шагом, как говорят англичане, степ бай степ, шаг за шагом, ты будешь идти к этой цели, и на этом продвижении у тебя будет много всего интересного, аминь, живите во имя Господа Иисуса Христа, поэтому жизнь, это движение вперед, аминь, это не просто время какое-то, это движение вперед к цели, праведный верою жив будет, а вера – это движение, вера – это движение, вера – это уверенность в невидимом, проблема многих людей, разочарованных, подавленных жизнью, неудовлетворенных жизнью, в том, что они живут видимым, они живут тем, что они видят вокруг себя, они видят, что все плохо, они видят, что как, в каком состоянии находятся их финансы, их семья, их тело, в конце концов, но они не хотят переключить свой взор на невидимое, понимаете, цели – это невидимое, а это вера, аминь, здесь есть люди веры, халлилуйя, скажи, я человек веры, я достигну цели, я пройду к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе, как говорил апостол Павел, стремлюсь к цели, забывая заднее, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, есть высшая цель, есть высшая цель, которую Бог для нас приготовил, халлилуйя, знаете, мы живем не только тем, что мы видим, описание говорит, что праведной верою верою жив будет, халлилуйя, и если мы увидим в невидимом духовном мире те цели, которые Бог открывает для нас, мы к ним придем, однажды из невидимого произойдет видимое, аминь, не спасаются твои родные, близкие, друзья, знакомые, уже скольким людям ты, может, проповедовал, а может ты еще никому не проповедовал, но начни сейчас ставить перед собой цель, начни ставить цель, я хочу спасать людей, я хочу, Бог даст тебе возможность, аминь, до тех пор, пока у тебя нет этой цели, пока ты говоришь, ну я не готов, я еще не созрел, у меня нет достаточно словарного запаса, это вообще для Бога не имеет никакого значения, для Бога имеет значение вера, аминь, вера, которая есть в нашем сердце, я веровал, потому и говорил, когда ты веришь, ты будешь говорить, ты будешь свидетельствовать, говорит, Господь, я хочу спасать людей, я хочу в это последнее время, когда мир в своем безумии катится в преисподнюю, я хочу спасать людей, я хочу проповедовать Евангелие, еще одно местописание, римлянам, римлянам 5 глава, 17 стих, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие, благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, Христа. Знаете, есть люди, которые существуют, а думают, что они живут, но Бог нас призвал к тому, чтобы мы царствовали в этой жизни посредством Господа Иисуса Христа, и это не существование, это не просто тянем лямку, а царствовать посредством Иисуса Христа. И, знаешь, твоя молитва, Господь, я не хочу просто существовать, я хочу жить жизнью насыщенной, благословенной, я хочу, чтобы в моей жизни все было по-царски. Аминь. Ты можешь царствовать где угодно, на своей работе, в своем доме, в своем служении, царствовать это вера, царствовать это видение, это благодать и дар Святого Духа, это позиция, в которую Бог ставит тебя в этой жизни, это там, где ты находишься, где ты стоишь, там ты и царствуешь, и владычествуешь во имя Господа Иисуса Христа. Знаете, есть проблемы, о которых мы говорили сегодня, есть проблемы в этой жизни, никуда мы от них не денемся, но мы можем все изменить, но есть высшая форма жизни, аминь, есть высшая форма жизни, о которой говорит Господь, это царствовать во Иисусе Христе, аминь, потому что во Христе Иисусе мы посажены где? На небесах, аллилуйя, его царство приближается, он говорит, идите, проповедуйте, что его царство, идите, научите все народы, позиция церкви, позиция верующего христианина, не хвост, а глава, аминь, тот на вас, он больше того, кто в этом мире, позиция христианина это владычествовать и доминировать над обстоятельствами, но не жить под ними, аллилуйя, царствовать посредством Иисуса Христа, если в Адаме, мы знаем, что Адам то царство, такую власть и то владычество, которое Бог изначально дал ему, он потерял тем, что он добровольно поверил в дьявол, поверил в лукавому, когда он сказал, ты будешь как Бог разуметь добро и зло, и Адам и все человечество вместе с ним, они лишились этой царской власти из-за того, что они переступили повеление Божье, то во Христе Иисусе Писание говорит, все оживают, Аминь, во Христе Иисусе нам возвращена снова эта власть, она возвращается к нам во Христе Иисусе, мы имеем не только спасение, не только искупление, не только вечную жизнь, когда мы уйдем с этой земли, но во Христе Иисусе мы имеем достоинство, мы имеем власть, мы имеем царство, Аминь, Аллилуйя, Да придет Царствие Твое, которое на небе, да будет на земле. Аминь. Мы царские дети. У нас есть царское достоинство и царская власть. Аллилуйя. И для этого не обязательно быть очень богатым. Для этого не обязательно занимать какую-то земную должность. Для этого не обязательно какую-то даже позицию, может быть, даже в церкви занимать. Ты лидер, значит, у тебя есть власть. Это не обязательно все эти земные регалии. Очень важно отношение к жизни, с которым ты живешь. Отношение к жизни. Отношение к жизни. С позиции, цели, которые Бог открывает для тебя. Это очень важно, чтобы на этой земле мы жили с царским достоинством, которое Господь возвратил через жертву Иисуса Христа, через Его страдания на Голгофе, через Его пролитую кровь. Он возвратил каждому из нас эту власть и достоинство детей царя царей. Аллилуйя. Жизнь – это прекрасная штука. Жизнь – это замечательная вещь, которая подарена нам Богом раз и навсегда. Аллилуйя. Братья и сестры, если у вас негативное отношение к жизни, если у вас все сосредоточено вокруг ваших проблем, вокруг всех этих ситуаций, вокруг всех этих неурядиц, все сложно, все плохо, Давайте мы перед Богом скажем, Господь, я не хочу мириться с такой жизнью, потому что есть другая жизнь во Христе Иисусе. Я хочу быть нацеленным на Тебя, на Твое царство, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Аллилуйя. Он наш Бог, Он наш Отец, Он наш Царь и наш Господь. Аллилуйя. Мы Ему служим. Он открыл для нас небеса. Он открыл для нас славу Свою. Он открыл для нас свои цели, свои горизонты. Мир ожидает нас, куда мы должны прийти с властью и с силой. Аминь. Иисус сказал, все даю вам власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов возложите руки на больных, и они будут здоровы. Именем Моим будете изгонять бесов. Аминь. Это позиция власти. Жизни интересной и благословенной. На небесах. Там уже не будет никого изгонять и не будет никого исцелять. А здесь, на земле, наша земная жизнь, пусть она будет красивой, интересной, насыщенной, плодотворной, целеустремленной. Аминь. Жизнь – это сила, стремление достигать цели. Пусть Бог благословит. Халлилуйя. Давайте мы помолимся. Давайте сейчас просто откроем перед Господом наши сердца. Давайте встанем. Давайте начнем сейчас молиться. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. О, халлилуйя. Слава Тебе, Господь наш. Поклоняемся. Благословляем Тебя. Ты чудный, Ты царь, Ты Бог, Ты владыка, Ты Господь наш. Тебя мы славим. Ты есть автор и начальник жизни нашей. Халлилуйя. Боже, благодарим Тебя за благодать и дар Святого Духа. За эту позицию, которую Ты дал нам во Христе Иисусе. Для того, чтобы доминировать. Для того, чтобы наводить порядок в своей жизни. Боже, я молюсь за тех людей, у которых сегодня в семейной жизни не устройство. Во имя Иисуса Христа. Беспорядок. Господи, я прошу, дай мудрости, дай терпения, дай правильное расположение сердец относительно друг друга. Бог, благослови увидеть и понять сердце того человека, с которым они живут. Во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу, благослови мужей, жен, благослови Господних отношений. Бог, восстанови в сфере финансов. Господь, у кого беспорядок. Боже, у кого долги, проблемы и неустройства. Господи, дай мудрость правильно распоряжаться финансами. Отец, во имя Иисуса Христа. Поставь, Господь, свой авторитет для каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Господь, у кого нет цели. Кто не может увидеть место в служении. Во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, сейчас в каждом сердце загорится это желание, стремление, Твои цели служить Тебе, проповедовать Евангелие, прославлять Тебя, молиться, ходатайствовать за народ Божий, за свою страну, за свой город. Стать проломом за эту землю. Отец, во имя Иисуса Христа. Господь, это царство, владычество, это позиция, которое Ты ставишь нас во Христе Иисусе. Боже, пусть каждый утвердится в служении Тебе, в исполнении воли Твоей, прославлении Тебя. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, в этой новой жизни, во Христе Иисусе. Аллилуйя, аллилуйя. Которое всегда над проблемами, которое всегда над болезнями, которое всегда над всяким проклятием, над всякой немощью. Во имя Иисуса Христа. Это жизнь, которая всегда доминирует, которая всегда управляет, которая всегда держит в тонусе. Во имя Иисуса Христа. Которое не дает разочароваться, которое не дает остыть, которое не дает остановиться. Во имя Иисуса. Которое защищает от всякого соблазна, искушения, от всякого греха. Во имя Иисуса Христа, Бог, пусть придет Твоя жизнь, Твоя желание, Твои мысли, Твои чувствования в каждое сердце. Я благодарю Тебя, мой великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу спросить, может быть в этом зале есть люди, которые еще не покаялись, которые еще не примирились с Богом, не обратились к Богу в молитве, чтобы Бог простил ваши грехи. Если есть такие люди, пожалуйста, приходите сюда, мы будем за вас молиться. Приглашаю вас. Добро пожаловать. Это время, время для того, чтобы мы могли примириться с Богом, чтобы жизнь, она стала другой. Слава Богу. Становитесь. Приходите. Аллилуйя. Бог исцелит. Еще кто-то, пожалуйста, быстренько. Приходите. Мужчины, женщины. Есть у нас мужское пробуждение. Мужчины все время каются. Слава Богу. Потому что Бог мужчину сотворил первого. Правда, он первый согрешил. Но теперь они первые и каются. Сила мужчины не в том, чтобы красиво грешить. Сила мужчины в том, чтобы каяться. Это свидетельство настоящего мужчины. Потому что только слабаки, они не умеют просить прощения. Только слабые люди, они не умеют просить прощения ни у ближнего, ни у Бога. Но вы сильные. Слава Богу. Потому что Бог коснулся ваших сердец. Это не просто вас друзья, знакомые привели тут на служение. Это Бог. Понимаете? Он так действует. Когда-то он меня привел. Когда-то он точно так же поставил на этом месте. Сломал ногу, лодыжку. Но там в футбол играл. Нет. Все срастется. Бог обещал сделать ноги, как колени. Будешь прыгать и скакать. Хорошо. Я предлагаю вам сейчас вместе со мной помолиться этой молитвой. Согласны? Признаете себя грешниками? Да? Грешниками. Библия говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Слава Божья это что-то такое славное было. Слава Божья это то, что Бог дал человеку, в чем он ходил до момента своего грехопадения. И когда они согрешили, они увидели, что они голые. С тех пор вот люди все голые. Но Бог во Христе Иисусе возвращает нам свою славу. Мы будем сейчас молиться. Я буду говорить эту молитву. А вы в своем сердце и своими устами повторяйте ее вместе со мной. Можете руки поднять вверх. Знак того, к кому вы обращаетесь. Можно руку поднять вверх? Да? Хорошо. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, как грешник. Я прошу Тебя, прости меня. Все мои грехи, и тайные, и явные. Прости меня. Я не хочу больше грешить. Я не хочу служить дьяволу. Я хочу служить Тебе. Дорогой Господь, я признаю, что с этой минуты Ты мой Спаситель, и Ты мой Господь, и моя жизнь в Твоих руках. Держи меня. Ты умер ради меня и воскрес для моего оправдания. И я благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву и принял меня таким, как я есть, в свою семью. И я обещаю Тебе свою любовь, свою верность. Во имя Иисуса я молился. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Он так сильно любит нас. Так сильно. Так сильно. Мы помолимся за Вас. Молитвы благословения. Отец Небесный. Я молюсь за моего брата. Я молю Тебя, Господь, за то, чтобы Его жизнь с этой минуты была полностью и окончательно в Твоих надежных руках. Я прошу Тебя, пусть всякое проклятие будет разрушено над Его жизнью. Уйдет вон всякая зависимость. Придет в сердце любовь и благодайность к Тебе, Господь. Боже, благослови его. Выровняй все кривизны в его жизни. Боже, благослови моего брата. Наполни его своим миром, своей любовью, своей благостью. Господь, я прошу Тебя, помоги ему следовать за Тобою. Поддержи, укрепи его, когда ему будет трудно. Будь всегда рядом с ним. Храни его на всем пути. Отец, я молюсь за моего брата. Я благодарю Тебя, Господь, за ту любовь, которую Ты явил к нему. Боже, за ту святую кровь, которая была пролита ради него на Голгофе. Я прошу, Боже, для него, для его жизни, его семьи, благодати Твоей, милости Твоей, любви Твоей. Благослови его во всем. Пусть его сердце будет все чутким и откликается на каждый Твой призыв. Во имя Иисуса молились. Аминь. Слава Богу. Поздравляю вас. Как зовут, брат? Влад, Влад. Влад, поздравляю. Как тебя зовут? Алексей? Молодец, Алексей. Юрий. Слава Богу. Брат Юрий. Вот для вас есть маленькие подарки. После служения, когда закончится служение, подойдете вот сюда, вот к сестре Анне. Она вам что-то расскажет интересное. Мы поболимся за вас еще, за... Может, у вас какие-то личные есть нужды, какие-то личные вопросы. Хорошо? После служения. Всегда. Спасибо. Благословение. Слава Богу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. У нас есть младенец, которого нужно благословить. Кроме того, что у нас родились духовные дети, у нас еще рождаются и физические дети. Давайте поприветствуем семья Коваленко. Аллилуйя. В общем, так, они решили, что нехорошо Виолетте быть одной И произвели на свет кого? Артура Король Артур Слава Богу Артур Олегович Ух, как звучит Ну, давай сюда своего Артура Слава Богу Молодцы Так и дальше продолжайте Хорошо, молимся за Артура, благословляем Отец Небесный, благодарим Тебя за Артура Благодарим Тебя, Бог наш, за ту судьбу, жизнь, которую Ты начертал уже для Него Все благословения Твои, которые Ты приготовил для Него, Его жизнь, Его служение, Его посвящение Благослови, пусть Он будет помазан Тобой, Твоим огнем Господь, благослови, чтобы Он исполнил волю Твою и прославил Тебя на этой земле Благослови Папу, чтобы Он был всегда священником в доме, как пример и образец смирения, послушания, ответственности для своего сына Благослови маму, заботливую, любящую Господь, чтобы она дала своему сыну все необходимое, научила его жизни Благослови сестру, которая бы заботилась и поддерживала своего брата Аминь! Слава Богу! Благословляем Вас! И наш традиционный, наш традиционное благословение для новорожденного Молодцы, хорошо, все получается, да Поздравляем Вас, поздравляем, поздравляем, Яночка Слава Богу! Второй раз уже легче, да? С каждым разом все легче и легче Поэтому, кто хочет легко рожать, рожайте часто и много